С понедельника по пятницу пять совершенно разных людей ходят друг к другу в гости. Каждый из них имеет одинаковые условия при покупке продуктов и только три часа на приготовление ужина из трёх блюд. Задача каждого – продемонстрировать гостям все свои таланты. Что подать к столу и как развлекать гостей, решает сам хозяин дома. Каждый вечер гости выставляют хозяину оценки и в пятницу мы узнаем имя победителя, который получит приз от программы «Званный ужин». Победитель недели станет участником суперфинала, в котором встретятся лучшие из лучших. Смотрите на канале РЕН-ТВ программу «Званный ужин», в которой каждый может доказать, что именно он – непревзойдённый хозяин. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Ковалёв и кулинарно-гостеприимная программа «Званный ужин». Перед нашими участниками каждый день встаёт немало сложных вопросов. Один из самых главных – на что опираться при составлении меню? На свои личные представления о праздничном угощении или на вкусовые пристрастия гостей? От решения этой дилеммы часто зависит успех всего ужина. Давайте вспомним, как решили её хозяева прошедших вечеров. Наши герои встретились в доме концертного администратора Татьяны Игнатовой. Девушке очень хотелось увидеть среди гостей будущего мужа, но к её разочарованию двое участников оказались женаты. И всё-таки на гостеприимстве хозяйки это не сказалось – она всех от души накормила и развлекла весёлой игрой. Во вторник электрик Иван Емельянов решил доказать Татьяне и другим гостям, что на роль достойного жениха может претендовать и он. Ужин наш герой приготовил диетический, но довольно вкусный. Песню под гитару спел грустную, но проникновенную. Однако сердце красавицы всё-таки не покорил. В среду с настоящим кавказским гостеприимством наших участников принимал бизнесмен Виталий Жилин. Стол накрыл обильный и вкусный, с гостями был открыт и честен, развлекал спортивной игрой и сумел угодить практически всем, кроме Светланы, которая и в ужине, и в вечере нашла немало недостатков. Результат Виталия – 310 баллов. «Легче всего осуществимы те мечты, в которых не сомневаются», – сказал как-то известный французский писатель Александр Дюма-отец. Давайте проверим, удалось ли нашим героям сохранить веру в свою удачу. Я стану победителем в званом ужине, потому что я владею мастерством и умением приготовления блюд в совершенстве, и потому что я самый гостеприимный хозяин в мире. Люди, для которых помощь ближнему стала профессией, всегда вызывали у меня уважение. Сегодня у нас есть возможность познакомиться с таким человеком поближе, потому что хозяйкой четвертого званого ужина будет сестра-сиделка Светлана Слевинская. Работа моя мне нравится, потому что я общаюсь с людьми, помогаю им. Часто очень люди меня ждут, радуются моему приходу, моему общению, моей помощи. Кроме того, Светлана очень творческий человек, и увлечений у нее немало. Я рисую, также вышиваю. Я рисую в основном модели одежды, так как я еще и технолог-конструктор. Мне это очень нравится. Также с нами живет кот. Он у нас ребенок. Мы очень сильно его любим. Это просто член семьи. А еще наша героиня любит готовить и принимать гостей, поэтому точно знает, каким должен быть настоящий хозяин. В первую очередь это человек, который хорошо встречает, то есть с улыбкой. Ну и, наверное, тот, который просто хорошо накрывает стол. Победа в званом ужине Светлане очень нужна. Стану победителем я, потому что я этого очень сильно хочу, и хочет моя мама. Если я буду победителем, я просто эту победу посвящу ей. Терпение, внимание к людям, забота о них. Думаю, всеми этими качествами Светлана обладает сполна. И они ей сегодня непременно помогут. Останется только добавить немного кулинарного мастерства и капельку радушия. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Саша, открыто? Открыто. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вас ждем. Здравствуйте, очень приятно. Мы вас ждем тут с котиком в гости. Меня Саша зовут. Привет. А тебя как? Говорю, а меня крыса зовут. Такое мышиное имя у меня. Как? Крыса. Ну что ж, замечательно. Ну, в гости-то ждали меня? Конечно, проходи. Я думаю, что квартира Светланы будет очень уютной. В ней будут присутствовать нотки тепла обязательно. Идеальная чистота. Потому что Светлана при первом знакомстве именно такого человека и производит впечатление. Интересно. Вот так вот, Саш. Да, это комната нашего крыски, кота. Вот он у нас какой. Ничего себе. Прямо так, как квартира-музей. Да, он же член семьи у нас. Он везде с нами. И в поездке, и на море, и на Украину к родителям. Везде-везде. Абсолютно. И вы решили ему выделить целую комнату? Да. Пока, правда, маленькая. Но я думаю, в дальнейшем будет квартира побольше. И мы побольше ему комнату выделим. Давай посмотрим все остальное. Конечно. Только вот эту комнату. Давай. Я думаю, что у нее дом полная чаша. Муж очень доволен, счастлив и рад. И, в принципе, я думаю, что для полной картины счастья им только не хватает детей. Саш, это наша комната с мужем. Это наше семейное гнездышко. А видно, что гнездышко. Потому что и фотографии, где вы вместе, и гобелен, и какие-то предметы, которые вас греют. Да. Вот, например, тебе хотела показать. Такую подушечку мне муж подарил, когда я еще жила на Украине. Мы только встречались, он ко мне приезжал. С одной стороны, вот еще он такой красавчик у меня. Как муж зовут? Владимир. Володя. Да. Он старше меня на 17 лет. У нас разница в 17 лет. Прекрасно. Да. Вот так вот. Настоящий мужчина по-настоящему любит, по-настоящему ценит. Ну... И ты как за каменной стеной. Да. Ты знаешь, вот именно, что замужем я. Я предполагаю, что у Светланы есть хобби, она вышивает. Но больше я боюсь, чтобы ее хобби не оказалось готовкой. Тогда это будет страшным ударом. Это сильнейший соперник. Я такая вот поэтесса чуть-чуть пишу стихи. Вот. Но они у меня чуть-чуть мрачноваты. Так. Лунный свет за окном и кромешная тьма, а на картах дорога, дом казенный тюрьма. Ей подвластны все руны и полюс по плечу, как смола цвета горя поджигает свечу. А литературное чтение дома не устраиваете для друзей? Нет. Ну, я не очень хочу, чтобы друзья просто знали, что я пишу такие мрачные стихи. Тайное хобби. Да. Ну, я-то вообще никому. Ну, конечно. Света. Да. Гостей наверняка сегодня готовилась встречать. Ну, да. Уж не знаю, положила ли свои рецепты на стихи. Ну, может быть, может прошибет после этого. Пойдем на кухню, обсудим меню. Пожалуйста. Я бы хотела, чтобы Светлана нас порадовала чем-то традиционным украинским блюдом. Ведь она сама с Украины. И может это будет борщ или что-то, какое-то сало. Света, ну вот как ты не сомневаешься, что ты хочешь гостей сегодня и хорошенько накормить, и, конечно, удивить? Ну, конечно. Наверное, каждая хозяйка этого хочет. Что у тебя будет на закуску? На закуску у меня будет салат новинка с помидорами, ветчиной и грибами. Рецепт прям вот новый такой. Конечно, это же новинка. Угу. Основное блюдо? Основное блюдо у меня будут крученники украинскими с груздями и салом. Украинской кухней будем удивлять. Конечно. И десерт. На десерт у меня будут налистники с вишней. Меню Светланы мне понравилось. Оно довольно-таки оригинальное. На украинский лад. Я очень люблю украинскую кухню. Балую себя ей не часто, но сегодня я готова ее попробовать. И вот эти вот крученники меня очень радуют. Единственный минус все-таки я здесь нахожу в закуске в качестве ветчины. Мне кажется, что здесь она изменила традиции украинской кухни. Если мое представление меня не обманывает, что действительно я увижу вот эти блюда, то меню достойно уважения. За продуктами нужно сходить? Нет, ты знаешь, Саш, я уже все подготовила. Не надо нам бегать никуда. А из Украины что-то привезла? Конечно, сало. Вот так вот, да. Дорогие друзья, я все-таки надеюсь, что рожеволосая красавица Светлана сейчас мне улыбнется. Потому что эту информацию можно только с улыбкой воспринимать. Свет, у тебя три часа на приготовление трех блюд. Ну, я думаю, я успею. Все-таки ты же мне поможешь. Конечно, помогу. Улыбайся, тебе идет. Спасибо. Итак, что готовим? Мы начинаем готовить с основного блюда. Крученики украинские с груздями и салом. Я не представляю, что такое крученики, но я очень хочу их попробовать, потому что грузди, сало украинские мне очень нравятся. Прекрасно, замечательно. Я думаю, что Светлана его приготовит. Это будет очень вкусно. Если грузди соленые и сало пожарено, будет смотреться немножко интересно, конечно. Я не пробовал такой консистенции. Но увидим, что у нее получится. Сало является одним из любимых моих продуктов, но не всегда является самым полезным продуктом. Поэтому попробовать и оценить вкус можно, но постоянно есть вредно. Что нам потребуется для приготовления? Для приготовления нам нужно корейку свиную, картофель, грузди маринованные, сухой бульон, мука, соль, перец, свежее сало, вода, патиссоны и сыр. Чем помогать-то? Саша, ну ты как мужчина отобьешь мне мясо, а я сделаю начинку из сала, сыра и груздей. Вот как женщина. Знаете ли вы, почему груздь назвали груздем? Некоторые ученые считают, что это название гриб получил за свою плотность и увесистость, то есть грузность. Другие полагают, что слово произошло от церковнославянского груздия, то есть груда. Так как эти грибы растут большими семьями и иногда даже друг на друге. Света, что-то мне подсказывает, что не случайно сегодня мы с тобой готовим блюда украинской кухни. Что тебя с этой прекрасной страной связывает? Я родом сама с Украины. Девичья фамилия, между прочим, у меня Шевчук. Так. Да, да, да. Как и у Григория. Я теперь понимаю, что все шевчуки хорошо готовят и все рыженьки. Ну, не, ну, приятно слышать. Ну, я понимаю, родную страну, родную культуру ты не забываешь. Готовишь мужу украинские блюда, ну и разговариваешь, наверное, еще на украинском. Звычайно, я разговариваю на украинском мове. Ой, жалко. Вот жалко Гриньки нет. Сейчас бы он с тобой, конечно, поговорил. Да, мы побеседовали с ним, да. Как человек Светлана мне нравится. Я вижу в ней родственную душу. У нас с ней очень много точек соприкознания, потому что я воспитан в таких же традициях, как и она. Я тоже родом с Украины, поэтому все, что ей близко, особенно по поводу быта и домашнего хозяйства, то близко и мне. Так, Свет, 10, если можно так сказать, отбивнушек я сделал. Все правильно сделал. Вот я сделала уже начинку, она у меня готова. Я ее перемешала. Будем делать крученики. С виною отбивную солим и перчим с одной стороны. Выкладываем на нее начинку и заворачиваем в плотный рулет. Вот крученик готов. Остальные 9 мы сделаем так же. Крученики я никогда не ел. Слово для меня, можно сказать, в блюде такое новое. Я думаю, оно мне понравится. Главное, чтобы Светлана вымочила хорошо грузди, потому что я знаю, что они могут горчить. Так, все крученики наши готовы. Теперь нам надо их просто обжарить. Но перед этим их просто нужно обвалять в муке. Оно будет тогда классно держаться и как бы образовываться хорошая корочка такая вкусная. Все крученики у нас готовы. Отправлены на сковородочки. Будем их обжаривать. Здравствуйте. Сашенька, пока я буду жарить крученики, попрошу тебя, чтобы ты картофель разрезал на 4 части и просто выложил вот сюда на противень. Ага, на смазанный, да? Да, на смазанный противень. Я считаю, что гарнир к этому блюду обязательно нужен, чтобы немножко разбавить жирный настрой этого блюда. Лист салата, помидорки, огурчики, перчик подойдет, но все в сыром виде обязательно. Обжарились наши крученики. Стали румяные. Они румяники. Да, они румяники просто. Теперь нам нужно их приложить в эту форму. В форму для запекания выкладываем крученики, посыпаем их сухим бульоном и заливаем стаканом воды. Теперь наши крученики и картофель мы отправляем в духовку на 40 минут на 180 градусов. Наше основное блюдо пока запекается, мы будем готовить закуску. Салат новинка. С помидорами, ветчиной и грибами. Роскошно. Скорее всего, это не будет блюдо из украинской кухни, но я думаю, что все равно это какое-нибудь фирменное блюдо Светланы. Мне кажется, я тысячу раз ела такие салаты. Обыкновенные. Я еще представляю, что он заправлен майонезом. Какая тут новинка. Подобное сочетание продуктов, как салат и новинка, я уже в своей жизни пробовал и знаю, что это весьма хороший салат. Я люблю грибы, люблю ветчину, люблю помидоры. Если надо добавить туда лучка, приправить это вкусно, будет замечательно. Свет, настало время рассказать, что же потребуется для приготовления салата новинка. Ветчина, сыр, маринованные шампиньоны, помидоры, помидоры черри, соль, перец, петрушка, зеленый лук и оливковое масло. Итак, начинаем готовить салат новинка. Нам нужно все измельчить, кроме петрушки. Помидоры на самом деле я очень сильно люблю, но вот маленькие, если бы они были, салат бы приобрел некую новинку. Свет, мне кажется, дело, которым ты занимаешься, очень благородное, но очень сложное. Здесь нужно сострадание иметь, большое очень сердце, терпение. Я даже не знаю, с чем тебе пришлось столкнуться, потому что профессия очень тяжелая. Знаешь, Саш, я хочу сказать, что как раз сострадание здесь не надо иметь, потому что не надо привыкать к человеку, с которым ты сидишь. Потому что очень больно потом расставаться. По-первых, я так же сделала, я привыкла. Потом этот человек, конечно, умер, потому что это была онкобольная женщина. И я очень долго переживала, и мне было очень плохо после этого. Потом я просто взяла себе за правило, что не привязываться к людям, это моя работа всего лишь. Да, конечно, мне жалко этого человека, но я стараюсь быть на работе с ним, а быть дома уже даже без мыслей о нем. Профессия сестры-сиделки, я считаю, что Светлане подходит как нельзя лучше, потому что она, во-первых, медработник. Во-вторых, она очень чистоплотный, терпеливый. Поэтому, мне кажется, она нашла свое призвание, и в этом она действительно наверняка на высоте. Все, Сашенька, мы все порезали, все измельчили. Теперь наш салат просто надо заправить и перемешать. Сделай это своими хозяйскими руками. Хорошо. Но для начала салат солим, перчим, а уж потом заправляем оливковым маслом. А теперь все перемешиваем. Я думаю, что этот салат Светлана заправит майонезом, потому что она выросла на Украине, и там приветствуются продукты более жирные. Но, на мой взгляд, лучше бы его было заправить оливковым маслом и лимонным соком. Ну что, Саш, буду сейчас подавать салат я порционно. Ну, подавать-то мы будем вечером только, а вот оформим. Да, сейчас. Давай одну порцию сейчас. Да, одну порцию мы оформим. На порционную тарелку выкладываем несколько ложек салата, украшаем короной, вырезанной из помидора, и веточкой петрушки. А вот так вот, Сашко, буду подавать и сви салат. Ось так, гостям. Отлично. Шампиньоны, ветчина, черри половинки, лук зеленый, тертый сыр. Вот салат новинка. Дорогие друзья, настал очень важный и ответственный момент. Мы представляем вам запеченный картофель с крученниками, с салом и груздями, а также узнаем, как это блюдо будет подаваться. На порционную тарелку выкладываем два крученника, немного запеченного картофеля и несколько маринованных патиссонов. Вот так вот, Саш, будет выглядеть одна порция. Ну, на стол я еще поставлю два соуса. Один острый, другой сладкий. Единолично или с хорошими друзьями, освоив украинской кухни блюда, крученники готовьте с салом и груздями. Умений кулинарных увеличив амплитуду. Ну, а теперь, друзья, мы раскроем секрет приготовления блюда под названием... Налыстники с вишней. Я не представляю, что такое налистники, но, скорее всего, это какие-то фигурки в виде листочков из теста. Может быть, будет что-то похожее на листики, сверху украшенное как-то вишней. Может быть, будет какой-то крем. А может быть, это что-то сродни вареников с вишней. Может быть, это вареники просто как-то по-другому приготовлены. Очень люблю вишню и надеюсь, что в этих налистниках, как называет Светлана, она будет присутствовать в свежем виде. Мало того, что очень интересно, когда она присутствует непосредственно с косточкой. Что, во-первых, потребуется нам для твоих налистников? Мука, яйца, сахар, соль, молоко, подсолнечное масло, консервированная вишня, мята и коктейльная вишня, а также шоколадный соус и какао-порошок. Наверняка сейчас скажешь, что нужно будет приготовить тесто. Тесто буду готовить сама. Естественно. Для теста вливаем в муку стакан молока, добавляем 3 яйца, немного соли, сахарный песок и подсолнечное масло. И теперь это все взбиваем венчиком. Я уверена, что Светлана приготовит тесто сама. Мне кажется, она такая очень хорошая хозяйка и доверяет только тем продуктам, которые приготовила сама. Тесто готово. Будем жарить на лыснике. Жарим. За разогретую сковороду мы наливаем тесто. И жарим блины. Саш, я пока буду жарить, ты, пожалуйста, укрой тарелочку какао-порошком. На мой взгляд, эти налистники можно украсить каким-то зеленым кремом, чтобы больше было похоже на листик. Может быть, взбитые сливки какие-то зеленые будут. А наверх будет положена вишенка. Свет, давай, Кож, до конца все тайны блюда открывай. Чем налистники от блинов отличаются? Налистники – это как бы наливать на лист. А листом является русский блин. Вот и весь секрет. Получается, тайны никакой нет. Что русский блин, что украинский налистник. Как русские украинцы? Братья? Навек. Я думаю, что налистники будут испеченные в духовке, потому что любое масло, оно забирает действительно настоящий вкус именно пропитанного теста, хорошего и вишни. Поэтому однозначно духовка. Вот, все блины готовы. Попрошу. На листники. На листники. Да, будем их оформлять. На блинчик-налистник выкладываем немного консервированной вишни и заворачиваем его в трубочку. На порцию две будет достаточно. Украшаем десерт шоколадным соусом, коктейльными вишенками и свежей мятой. Свет, ну просто как в хорошем ресторане. Ну вот так вот будет моя порция выглядеть. Налистники закручены в рулеты, начинка в них из ягод спелой вишни. Вполне десерт наш сладкий, но при этом не будет шоколадный соус лишним. Свет, давай посмотрим на будильник. Давай. Интересно тебе? Вот так, видишь, успели. Ну вот мне нравится, ты сама улыбнулась, я тебя не просил. Думаю, что сегодня все пройдет хорошо. Ужин гостям понравится, а тебе лично я желаю всего наикращего. Дякую. Пока. Хорошую хозяйку всегда отличают точность и аккуратность. Сестра-сиделка Светлана Сливинская успела вовремя подготовить все необходимое для своего званого ужина и теперь спешит встречать дорогих гостей. Здравствуй, Танюш. Привет. Проходи, пожалуйста. Рада тебя видеть. Я тебя тоже. Хотела подарить тебе шарик. Он такой же кругленький, яркий, прям как ты. Спасибо большое. Очень приятно. Проходи, пожалуйста. Спасибо. Света встретила меня тепло и радостно. Я сразу подумала о хорошем оно настроении. Наверное, вечер нам удастся. Здравствуй, Светлана. Ой, Вань, проходи, пожалуйста. Ой, и ты с шариком. Какая прелесть. А вот около твоего дома в ларьке прям купил. Ой, какая прелесть, Ванюш. Спасибо. Проходи, пожалуйста. Спасибо. Я думал, будет оригинал и преподнести ей такой подарок. Но она как-то странно отреагировала, интересно. Так посмотрела на меня, как будто я ей принес какую-то это самое вазу непонятно с чем и непонятно какую. Непонятная реакция. Хорошая квартира. Чувствуется женская рука, убрана чистенько, красиво, аккуратненько. Ой. Клево. Это Света рисует, наверное. Ну да, глянь, какие костюмы на модели делает. Почему она рисует именно на модели такие вот худенькие? Она же вроде так пополнее формы. Могла бы и на больших женщин рисовать. Носить бы могла то, что делает сама рисовать. Интересует. А почему она не носит такие вещи? У нее, я так понимаю, есть вкус. То есть смотри, мне вот это платье очень понравилось, очень интересное. Почему она не носит? Я не ожидала, что Светлана рисует. Я очень рада за нее. Возможно, она и творческий человек в душе. Мы просто раньше этого не замечали. Ух ты. А это муж? Семейное фото. Да, ну, у нас старший, как по отечеству, прямо так смотрит, да? Видно, что старший. Видно, что старший. Ну, рамочка такая красивая. Симпатичная, Гленька, глаза сидит. Да. Милая пара, да? Милая. Я верю, что у них любовь. Мне кажется, у них такие прям отношения. Фотография Светланы с мужем произвела на меня довольно-таки сильное впечатление. Красиво оформлено, замечательно. Видно, что она счастлива и довольна на этой фотографии. Здравствуйте, молодой человек. Как вы хорошо сегодня выглядите. Дякую. Я к вам справа. Дуже добрая. Это очень интересно. Приходите, пожалуйста. Дякую. Это была такая некая ностальгия по родине. Ведь уехал я тут давным-давно, в 77-м году. И она мне ответила на моем родном языке. Мне было это очень приятно. Здравствуйте. Добрый вечер, Светлана. Приходите, пожалуйста. Ой, ты шарик. Небось в норке у меня тут купил. Да, в норке. Мне очень понравился цвет. Решил поднять тебе настроение. Ой, спасибо большое. Проходи, пожалуйста. Спасибо. Когда пришел гость третий с воздушным шариком, честно говоря, я поняла, что они сговорились. И таким способом они хотят намекнуть мне на мою полноту. Да, меня это чуть-чуть как бы задело. Смотри-ка, она у нас оказывается еще и мастерица-рукодельница. Ой, не говори. Смотри. Это как называется, крестиком вышивает она? Ну, наверное. Я вот знаю из всего этого, что вот это называется пяльца. Пяльца. Вот это нитки мулине. Мулине? Скорее всего. Вот это иголка. Это все максимальные познания. Как ты много знаешь. Максимальные познания. Ну, смотри-ка. Вот если учесть, что она сама такой орнамент придумывает, то я думаю, она действительно рукодельница. Я так понимаю, что у Светланы не слишком много времени на вышивание. А, скорее всего, в основном она тратит свое время все-таки на домашний обиход и на какие-то более важные домашние дела, чем вышивка. Давай посмотрим, какая у нее рамка. Интересно. Это, наверное, ее мужу посвящена, судя по всему. И он у нее военный. Не только военный, смотри. За заслуги в военной медицине. Да, военный медик. Но я думаю, всех медалей, наверное, самое главное за отвагу. За отвагу СССР. Это он, наверное, еще в Афганистане получил. Скорее всего. Ну, это, я так думаю, самая главная награда, наверное, такая достойная. А вот еще интересный значок. 65 лет правительственной связи ФАПСИ. Да. Это очень... Человек не просто военный, не просто медик. Еще и шибко засекреченный. Чекист. Чекист, чекист. Да. Я думаю, что награды мужа Светлана показала из-за огромной любви и уважения к нему, потому что она им действительно гордится. И гордость, я ее понимаю, есть чем и кем гордиться. Тем временем Светлана заканчивает раскладывать по тарелкам салат новинка с помидорами, ветчиной и грибами. А ее гости предвкушают обильный и сытный ужин в украинском стиле. О, смотри, компот с маслом даже. Чувствую, нас ждет сегодня встреча с украинской кухней. У тебя опыт не подводит? Странно как-то, что-то компот с маслом. Есть немножко. Ну, возможно, что-то потом. О. Вот и Светлана. Давайте, пожалуйста. О, Иванечка. Ладно, да. Закуска мне понравилась внешне. Светлана, она, в принципе, такая постаралась. И у нее получилось придать внешнему виду салата, закуске, такой достаточно законченность и красоту. Очень красиво. Правда, Свет, просто вот эта вот звездочка особенно мне нравится. Ну, сейчас попробовала грибочек. Мне кажется, он немножко кислит. Он маринованный. А ты его сама мариновала? Нет. Купила в магазине. Я бы, наверное, может, даже жареный сюда положила. Не знаю, почему. Я просто очень люблю грибы жареные. Вот эти вот кисловато немножко. Попробовав закуску, я полностью разочаровалась с ней. Салат был абсолютно какой-то монотонный, без ярко выраженного вкуса. Какая-то кислятина. Не знаю, честно, мне вообще не понравилось. Не знаю, мне кажется, здесь что-то лишнее, по моему мнению. Или слива, или помидор, не могу разобраться. Но что-то из них лишнее. Там слива нет. А это что? Это ветчина, Вань. А вот это вот. Помидор. Это помидор желтый? Конечно. Если это о желтом, то это помидор. А лишнее здесь ветчина. На мой взгляд, да. Вот если бы... Тогда, на мой взгляд, помидор желтенький лишний. И здесь. Действительно. Красный попор, да? Да, красный нормально. Вот желтенький как-то он не так привкус дает. Не такой вот у него вкус какой-то. Возможно, она купила плохие помидоры. Или ей такие попались. И они испортили всю закуску. Неплохо, но если бы вместо ветчины была свининка, то было бы еще более замечательным, на мой взгляд. А ветчина что, не из свиньи сделана? Из свиньи, но это уже колбаса. А вот свинья – это свинья. Да? Да. Ты считаешь, короче, что лучшая птица – это колбаса, да? Нет, я считаю, что лучшая ветчина – это свинина. Мне не понравилось в салате ветчина. Мне не понравилось то, что там были покупные грибы. И еще мне не понравилось то, что помидоры в разгар сезона были парниковые. Вот если бы здесь были грибы не с кислинкой, а вот более соленые, было бы вообще замечательно. Возможно, в нашем городе действительно не хватает свинины. Это вот хорошие грибы и натуральную свинину. И, скорее всего, я буду учиться у тебя, как готовить такой салат. Отлично. Я тебе даже могу рассказать потом. Я не считаю, что салат настолько необычным. То есть у меня дома, в принципе, такой же готовится. Вкус, ну, соответствовал тем ингредиентам, которые там находились. Ну, особого восхищения на меня не произвел. Светлан, позволь тебе задать такой каверзный вопрос. У тебя работа связана с общением с людьми, ну, прикованной к постели. Ты сестра-сиделка. Вот. От них, от любого человека, который долгое время болеет и лежит, от него исходит негатив. Он как-то на тебя влияет или не потому ли ты часто вот в плохом настроении, нотки озлобленности в тебе проявляются? Нет. Я стерва просто. Ой, кошмар. Да. А муж как с тобой? Я не заверну. А ты знаешь, вот ему, наверное, этого и не хватало. Ух ты. Мы, если ссоримся, мы ссоримся красиво. Сбитьем посуды. Вот умница. Чё, по-взрослому всё? Конечно. Потом миримся красиво. Ну, об этом мы не будем расспрашивать подробно. А про посуду, пожалуйста. Да. А посуду вы за горячей покупаете? Конечно. А не пластиковую, да? Конечно. На пластиковую не бьётся, Ваня. Это же не интересно. Ну, не бросайся. Шума нет, соседи не ругаются. Вот. Я просто человек с темпераментом. Это не злость, поверь. На самом деле, я не вижу Светлане стерву, ну, никак. Может быть, она тщательно скрывает это при нас. Светлась, вот скажи, пожалуйста, я считаю, что русские женщины и украинские женщины – это совершенно две диаметрально противоположных женщины. Украинские женщины, на мой взгляд, являются вообще эталоном жены, матери. А скажи, пожалуйста, а ты вот какая в этом плане? Ну, такую параллель тоже нельзя проводить, что там те такие, а те такие. Ну, каждая женщина по-своему, наверное, хорошая хозяйка и хорошая мать для своей семьи. Я считаю, что Богдан не прав. Все мы славяне, все мы одинаковые. Я считаю, у каждого есть и хорошее, и плохое. Всё зависит от воспитания. А я сейчас сижу немножко в шоке от вопроса Богдана. То есть ты изначально считаешь, что вот при сравнении украинских и русских украинские девушки хорошие? Выигрывают? Да. Да, в пользу. Счёт пока в пользу украинских девушек при всём уважении к русским. Я с тобой абсолютно не соглашусь. Хорошо, парирую. Вот мы зашли в твою квартиру. Там порядок один. И мы зашли в Светлана квартиру. Совершенно другой порядок. Богдан, не путай с ромайной ручки. Она снимает квартиру, а это живёт. Вот, всё равно. Мне сейчас очень обидно. Но зачем ты сейчас просто оскорбляешь всех других девушек русских? Я не оскорбляю. Ты оскорбляешь. Нет. Я считаю, что это просто мужчина, который показывает всем, что он джентльмен, как бы, не может говорить такие вещи. Меня в ступор поставило заявление Богдана. Это было прямое оскорбление моих чувств. Чувств, рядом сидящих со мной людей, потому что Татьяна сидела, она русская. Рядом сидел белорус. Мне кажется, это по меньшей мере неэтично. Ребят, ну закончили все закуски, я вижу. Я, наверное, пойду за основным блюдом. Давай. Ждём. Ждём. Продолжается званный ужин в доме Светланы с Львинской. Сейчас у гостей будет шанс попробовать украинские крученики с груздями и салом. Я переживаю, сейчас будет сало в тесте. Это такое украинское блюдо, такое жирное. Почему в тесте? Варенье больше сверху. Да, это будет в тесте? Давайте, пожалуйста. Ух ты! А теста нету? Вот так хорошо, теста нету. А где сало? А сало там. Основное блюдо было на вид замечательным. Ровненькие, красивые рулетики, красиво выложены. Так и хотелось быстрее приступить к поеданию этого блюда. Берите ещё соус. Один есть поострее, второй послаще, он с ананасом. Поострее. Да. То сладкий. Свет, вот я не любитель соусов, но тут скажу, ты сделала классно. Умница. Ну, честно, первый раз такое пробуем, клёво. Соус как раз делала не она, это покупной. А ты всё знаешь. А ты всё знаешь. Слушай, ты не в магазине работаешь, или ты из ЦРУ, может, припёрся. Баган, смею напомнить, она тоже украинка. Да, она слух покупной. И порции не украинские, Светлана. У украинцев порции, во! А у тебя порции. Слушайте, а вам не кажется, он раскрылся сегодня, откинул своё лицемерие. Я же вчера говорила. У критиков есть. А вы мне не верили. Вот видите? Мне очень приятно, что я первая рассмотрела в Богдане его истинное лицо. А сегодня он только подтвердил, он раскрылся и доказал всем, что он не белый и пушистый. Название настолько заинтриговало, и вот начинка необычная, сало, завёрнутое в мясе, мне тоже понравилось. Но есть и отрицательные моменты. В этом блюде, наверное, настолько банально смотрится картофель, он абсолютно ни к чему. Его можно чем-нибудь более, я думаю, заменить сочным, или какими-то овощами, может быть, обжаренными. И очень сухое мясо. Соусы были весьма уместны к этому блюду, особенно острые, на мой взгляд. Потому что мясо было немного суховатым, и картофель обжарен тоже суховат. То есть, в общем, блюдо оказалось, ну, пересушенным, на мой взгляд. Не знаю, кому как, мне очень понравилось. Я не знаю, может, кому-то жёсткое. У меня есть зубы, я прожевал. Мне вошло запросто эти твои рулетики, они мне показались нежёсткими, зубы имеются в наличии. И картошка, это вообще классика, без картошки никуда. Белорусы, понимаешь, без картошки, то же самое, что казак без шашки. Грузди с салом не каждый день попробуешь. Довольно-таки оригинальный вкус. Ещё это всё с картошечком и патиссончиком. Замечательно. Мне понравилось. Единственный момент, возможно, здесь ни к чему картофель. Но вот сочетание вот этих вот патиссончиков остреньких и вот этот вот рулет мясной с салом меня очень радует. Мне очень понравилось. Картошку с мясом я не люблю, но я очень хотела есть, поэтому я её поела. Но самым вкусным в этом блюде были патиссончики. Светлана, твоя работа связана с тяжёлыми людьми, лежачие, незлечимо больные чаще всего, безнадёжные. Скажи, пожалуйста, а твоё отношение вот к эвтаназии как выглядит? Ты знаешь, честно говоря, я отношусь к этому даже очень положительно. Когда я работала с онкобольной, которая просто от боли царапалась на стены, а потом просто её парализовала, она лежала как растение. И я думаю, всё-таки, когда вот её болело, она всё-таки просила о смерти Бога. Были такие случаи, что меня и просили, уколи мне что-нибудь. Верите? Были. Я веду. Были. Он говорит, уколи мне больше. Слушай, не взяла? Нет, я не взяла, конечно, но я не имею права. Понимаешь, если бы мне разрешили это законом и сказали уколи, я бы уколола, честно говорю. Светлана, ты страшный человек. Может быть. Я не правда говорю, ты страшный человек. Может быть, может быть, Виталий. Я не отказываюсь от этих слов, но вот просто я вот, у меня такое мнение. К эвтаназии я отношусь отрицательно. Я считаю, что мы не вправе решать за Бога, кто на земле должен быть, а кто нет. А кто должен принимать решение, вот человек может жить или его нужно умертвить? Ну, мое мнение, скорее всего, что самые близкие люди, то есть родители или же наоборот дети больного. Я, например, считаю, что если сам больной, ну, то есть решился на это, если он в состоянии ответить, да, то сам больной принимает решение. По вопросу эвтаназии я отношусь однозначно против. Мы не вправе ни в коем случае влазить в чью-то судьбу и ее решать. Даже если человек просит, чтобы к нему применили, я считаю, это очень жесткая мера, она недопустима в нашем обществе. Ребят, предлагаю отвлечься от стола и чуть-чуть повеселиться. Я согласен. Я думаю, Света в силу своей тучности не будет с нами играть в подвижные игры. Соответственно, будут, скорее всего, частушки, и я думаю, Светлана нас будет учить каким-то украинским танцем. Мне бы очень хотелось, чтобы Светлана в качестве развлечения спела нам украинскую народную песню. Я уверена, что Света попытается создать вот такую вот игровую обстановку, чтобы мы все смеялись, прыгали, веселились, хохотали и так далее. На наше развлечение хочу вам предложить поучиться делать уколы внутримышечно. Для начала я покажу вам, как делать уколы, а потом вы по очереди будете его лечить. Переворачиваем все-таки нашего Борисыча в правильное положение. А, внутримышечно это в попу все-таки? Конечно! Все-таки мы ему снимем трусики, не будем же ему через трусы колоть. Делим попу на четыре части. Верхнюю четвертую часть мы просто массируя, вытираем спиртовой ваткой. Под 90 градусов мы вводим иголку. Методику, как делать уколы, Светлана смогла довольно-таки внятно объяснить, доходчиво. И я считаю, даже, наверное, первоклассники, выслушав и посмотрев ее уроки, смогут сделать уколу. Главное, не забудь разделить на четыре части. Конечно, это я знаю. А важно в какую? Правую или левую половину? Нет, не важно, не важно. Без разницы. Сначала смазываю. Так. А потом под углом. Молодец! Ну, практически. Практически попало ему в попу. Мне так понравилось развлечение. Мне правда хотелось спасти Мишку от смертельной болезни. Раздели на четыре части. Разделить? Да, вот так. Раз и вот так два. Неси нож. Будем делить. Да ты всю попу раздели, надо только одну половинку. Ой! Так так же нельзя делать. Это было забавно и очень неожиданно. В принципе, можно было, конечно, от Светланы ожидать, ведь она медработник. Но как-то я не думал, честно говоря, что она предложит именно такое развлечение. Вот этого нельзя делать. А я своему ребенку даже так колон. Не знаю, это не профессионально. Поверь. Это вот одна половинка, это одна. Баткой смотри. А я еще только пока делю. Мишенька. Тихо, не трогайте медведя. Мать, тихо, замолчите. Тихо, 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 тихо. Не волнуйся. Борис, держись. О! Хоп! Не знаю, придется мне еще в жизни делать уколы, но, по крайней мере, мы повеселились от души. Мишень, и не переживай, как фотограф говорит, сейчас вылетит птичка. И вводим. Опа! Вводим лекарство. Да, сам медведь. И? Молодец. Помассажировали. Супер. Ну, массажировать не всегда нужно, потому что лекарство может выйти обратно. Дело в том, что если Мишка вытерпит, а если это медведица, массажировать обязательно. Да. Первые два блюда показались гостям Светланы недостаточно украинскими. И теперь у хозяйки есть шанс исправить положение десертом. Она подает к столу налистники с вишней. Опа! Да, ну-ка. Передавайте, пожалуйста. Кажется, я угадал. Ой, какая красота. Красиво. Очень красиво. Очень красиво. Десерт, когда я увидела, мне он очень понравился. Просто замечательный, красивый. У него такой вид аппетитный, сочный. И вот эта вот шоколадная стружка, которая изображает вилку. Я была в восторге. Правда. А сметанку как? Как тебе будет удобно. Светочка. Да. Клянусь, низочек затягиваешь туда, аж проглатываешь. Изумительно. Света, на вкус вкусно. Ну, такое впечатление, что я пришел в какой-то такой продвинутый кафе. Ну, это хорошо или плохо? Ну, на мой взгляд, может быть, не совсем хорошо. Все-таки как-то вот, какой-то тепла, уюта домашнего не хватает, что ли. Так вот все казенно. Но это все так красиво выглядит и довольно-таки вкусно. Но казенно. Ну, на мой взгляд, банально. Может быть, потому что в нашей семье каждый выходной пекутся блины. И это так обыденно и привычно. Мне бы хотелось увидеть что-то более такое экстравагантное. Блюдо очень вкусное, очень гармонично сочетаются все продукты в нем. И, ты знаешь, хоть традиционно русским блюдом считаются блины, но я думаю, ты утрешь нос любой русской хозяйки в приготовлении своих блинов. Все ты так переводишь это. Так. А ты-то кому нос утрешь? Кому надо, там и утру. Если бы я сам готовил десерт, я бы до такого не додумался и не смог бы дотянуть до такого уровня. Потому что я, честно говоря, в десертах не так силен, как Светлана. Сочетание шоколада, вишенка такая, ну, вкусненькая, хорошо сделанная шоколад, вот сочетается так сладенько все. Классно с блином, вот это все идет классненько. Сметаны добавить, чайком запить, все изумительно. Сочетание всех ингредиентов просто классическое, классическое, Свет. Тут ты молодец, попала в точку. Спасибо, Анечка. На мой взгляд, Светлана хороший повар. Были красиво украшены блюда, со вкусом, скромненько и интересно. Я считаю, что все здесь идеально подходит. Вот не прибавить, не отнять. Блинчики очень вкусные. Очень хорошо, что они были именно не горячие, мне кажется, что вот они подостыли. Шоколад именно вот такой вот в виде сиропа, что не просто посыпали сироп. Кислинка от вишни. Все очень хорошо сочетается, мне очень понравилось. Спасибо, Анечка. Как повар меня Света не поразила. Все было как-то просто и примитивно. Хотя в предыдущие вечера она так критиковала все блюда, что я думала, будет что-то вау-вау. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, рад вас видеть. Взаимно. О, смотрите, у вас уже хор. Спелись. Ну что ж, друзья, на самом-то деле ужин подошел к концу. И сейчас, поблагодарив хозяйку, отправляйтесь выставлять ей оценки. А уж затем по домам. До завтра, кстати. Именно завтра мы с вами узнаем, кто же станет лучшим хозяином недели. Вот так, интрига. До свидания. До свидания. Я думаю, что Ваня поставит мне баллов 60, потому что ему не понравились желтые помидорки в салате. И вообще он был сегодня какой-то раздраженный. На мой взгляд, все было замечательно, но в закуске мне не понравились помидоры. На мой взгляд, они были лишними, поэтому я ставлю такую оценку. Я думаю, Богдан поставит мне 70 баллов. Хотя он нахваливал мои блюда, но я не почувствовала искренности в его словах. Весь вечер прошел хорошо, мне понравился очень десерт, но размеры основного блюда и закуска мне не очень понравились. Я думаю, Виталий мне поставит баллов 20, потому что он как-то негативно был настроен в мою сторону. Ему не понравилось основное блюдо. И вот десертик мой был для него слишком красив. Блюда мне показались очень простыми и банальными, и развлечение было скучноватым. Танечка поставит мне баллов 80. Мои блюда ей понравились, но я не уверена, что ей понравилось мое развлечение. Закуска мне не понравилась. Основное блюдо было так себе. И вообще цвета я ожидала большего. Украинский ужин и гостеприимство Светланы гости оценили в 290 баллов. Проявляя гостеприимство, не делайте этого только на словах. Пусть ваши сердца преисполнятся радушием и любовью ко всем, с кем пересекутся ваши пути. Учил один восточный мудрец. Следовать этому правилу очень непросто. Но гости, чувствуя доброту и заботу, всегда отплатят хозяину искренней благодарностью. Завтра наши герои соберутся в доме у трубача Богдана Ятора. Включайте канал РЕН-ТВ в то же самое время. И помните, все гостеприимное хорошо, а все кулинарное просто. Удачи, до завтра. Саш, я попрошу тебя все измельчить, кроме петрушки. Я все измельчаю? А петрушку, Саша, пожуй и плюнь. Это будет коронным. Это новинка. Салат новинка.